Не потому так часто и печально мы замолкаем, глядя в небеса. В результате для борьбы с партизанским движением пришлось использовать не только охранные дивизии, но и также снимать с фронта боевые соединения. Партизанское движение развернулось уже в первые недели войны, когда Красная Армия отступала с большими потерями. Основная территория Вологодской области осталась в стороне и от фронта, но партизанские отряды создавались и здесь. В 1942 году из Вологды 100 человек ушли партизанить на Онежское озеро, в тыл финских войск. А в 1943-м из Чагодощинского района в стан врага вышла разведывательно-диверсионная группа. Но самым известным партизаном Вологодской области остается Борис Акинин, чьим именем названа улица в Череповце. Кто-то выдал немцам место расположения базы отряда в лесу на поляне. И они, когда отряд вернулся с задания, их немцы стали окружать. Нужно было отряд спасать, и Борис сказал, вы уходите, я вас прикрою. Отряд ушел, он остался один на один с фашистами, залег с пулеметом под деревом и отстреливался. Потом партизаны говорили, что примерно полчаса слушали стук его пулемета, потом все стихло. Историю партизанского движения и жизни Бориса Акинина юнормейцы узнали на открытии новой экспозиции, посвященной подвигу ополчения. В музее военной техники построили небольшой полевой лагерь партизан с местами для ночевки общим кострищем, на котором, кажется, кто-то повесил котелок с водой и вот-вот вернется, чтобы приготовить еды для всего лагеря. Поставили здесь и три вида укрытий – шатровый шалаш, шалаш-туннель и шалаш-навес. Все сооружения – это три вида шалашей, которые в основном использовались рейдовыми партизанскими отрядами во время стоянок. Они созданы по наставлениям, по инструкциям и по чертежам, которые рекомендовались Министерством обороны, или тогда Наркоматам обороны, для изготовления убежищ для партизанских отрядов и диверсионных групп. Все экспонаты музейщики создали своими руками из материалов, которые предоставили в Череповецком лесхозе. Партизанская деревня станет интерактивной частью масштабной экспозиции «Передний край», которую еще предстоит возвести в Парке Победы. Пока это единственная площадка на территории музея, где экспонаты можно и даже нужно трогать руками, чтобы наиболее полно понять, как жили и укрывались от фашистов советские партизаны. Анастасия Хаткова, Горплюснин. Новости. Новости. Новости.